Управляющая компанией МУП «Центр ЖКХ» планово выходит на очистку крыш домов от сосулек и ледяных глыб. Работы производят во время оттепеля, когда вероятность того, что ледяные образования сорвутся сверху, намного выше. Есть отдельная бригада, которая выезжает на срочные вызовы жителей. Инженеры проводят регулярные обходы по городу. Также сотрудники обращают внимание на фото и записи в социальных сетях. В оттепеле в основном с сосульками и работают. Если гипотетически предположить, что сосульки образовались и их рост перестал, мы их устраняем на наших практически 500 домах, где-то в районе трех смен. Но так как они растут, опять растут в кавычках, постоянно в такую погоду, то пиковую ситуацию мы поправляем за день, за два, остальное идет просто плановое их сбивание. Пока что у центра ЖКХ 2-3 обращения в день. Вот теперь гораздо больше. Но специалисты выезжают не на каждый звонок. Некоторые дома входят в план осмотра или находятся рядом с этими адресами. Инженеры оценивают ситуацию. Если сосульки висят ни над входом в подъезд, ни над тротуаром, то первоочередность таких обращений снимается. Сначала ледяные образования убирают там, где они могут угрожать безопасности людей. В то же время сами горожане могут помешать сотрудникам выполнять работу. Это автотранспорт, который стоит во дворах. Мы вешаем объявления. Ну, естественно, люди их либо не читают, либо предпочитают нереально. Второе – это опять те же самовольно установленные козырьки. И житель, если установил, ну, как бы и следить должен за этим. Уж сосульку-то выйти, я условно говорю, шваброй-то сбить с балкона, с своего козырька всегда можно. Либо обратиться в управляющую компанию, она за какую-то копейку это дело сделает. Если машины мешают уборке, центр ЖКХ пытается найти хозяев. Также специалисты обращаются и к пешеходам, и призывают смотреть не только под ноги, но и наверх. Лишний раз обходить опасные участки.